Женя, здравствуйте. Пару слов о себе. Чем занимаетесь? Руковожу отделом веб-интерфейсов по жизни Control Freak. Задумываюсь о том, как лучше управлять разработкой. В вашем докладе сегодняшний вопрос, собственно, первый, что бросит в глаза, в уши, не знаю. Японские термины, сенсей, сенпай. Откуда все это идет? Знаете, я вообще большая фанатка всего японского. На работе меня вообще не зовут Женя, меня зовут Сайго, по-моему, Нику. Так что я лет, наверное, с 12 интересуюсь всей японщиной, учу японский. Так что те, кто меня знает, не удивляются. В принципе, сотрудники ваши тоже не имеют ничего против? Нет, давайте у нас там релизы называются японскими названиями. Девсреда — это японские чудовища, так что да. Интересно, интересно. То есть пост-хэф японский, да? Ну, в общем, практически требования при приеме на работу. Начальные знания японского. Ядекс-деньги так просто не устраиваются, собственно говоря. Насколько я знаю, вы раньше были разработчиками, то есть писали в сервисный код. Сейчас управляете людьми. Что интереснее и что лучше? Интереснее и то, и то. Поэтому я, собственно, делаю и то, и то. Я по-прежнему пишу код, и я управляю людьми. И даже, может быть, я говорю для себя так, я не людьми управляю, я процессами управляю. В процессах участвуют люди. Но мне интересно не только людьми командовать. Мне интересно, как должно быть задокументировано, как это должно быть отражено в бактрекере, на вики и так далее. То есть именно выстраивание процессов. Ну и люди в частности. То есть в процессе, как понятия, люди, в принципе, не участвуют, да? Нет, они участвуют, но не только люди. Просто если говорить управлять людьми, я сразу себе представляю, знаете, такого с хвостом. Сейчас я буду управлять. Я немножко без хвоста. Ну то есть, окей, хорошо. КПА – больная тема для всех, вообще все интересно. Я считаю, что система, в принципе, конечно, интересна. Но мне кажется, нет ли фактора демотивации у меня? Ну нет, я увидела как раз наоборот мотивацию. Потому что людям хотелось брать на себя новые обязанности, потому что они были интересно названы и понятно описаны. И при этом к ним хвостом не шло ничего такого-то обязательного. То, что люди боятся брать, когда видят, как я взмыленная и бегаю с отчетами. Они этого не хотят. Поэтому как раз мотивация есть. Для Кахаев, как я говорила, мотивация тоже есть, потому что они могут теперь знать, к чему стремиться. Не просто, может быть, с Айгом мне там зарплату увеличат когда-нибудь, а вот красиво назовут и будут ко мне за советом на поклон ходить. Приятно. Если, например, человек три месяца взялся хорошо, и он уфигачит, что я там пошел кипяя вверх, за место получают бонусы, а потом, ну, может, мало ли что-то случилось долго там. И, соответственно, падает кипяя, падает зарплата. То есть бонусы не сохраняются, и вот это, мне кажется, может... Нет, падают именно бонусы, зарплата не падает. Если есть повод урезать зарплату, на самом деле это повод расстаться с человеком. Потому что, ну, какой смысл? А бонусы, да. Бывает, ну, когда совсем все плохо, квартал без бонусов. Обычно это означает, что в следующем квартале мы с человеком расстаемся, но иногда люди успевают что-то у себя поменять. То есть вся команда не страдает такого человека? Нет, нет. Ну, то есть один раз мне показалось, что человек уж совсем разлагающее влияние оказывает на команду, я с ним рассталась, вынужден. По-разному. С теми, кого не жалко, легким движением руки. С теми, кто, на самом деле, очень силен и уходит сам, потому что там хочет... Вот недавно от меня уходил человек в собственный проект, он нашел инвестора. Мне было очень жаль, потому что он классный совершенно. Ну, пришлось напрячься, пожелать ему успехов, потому что человек хотел работать на себя. Вот уволить человека – это ваше решение, или где-то, наверное, хуже? Мое, только мое. И взять, и уволить – это только мое решение. Мне тяжело так спать, врача. Да это, знаете, нет. Совесть чиста. Понятно. Вот внедрение... Как вообще люди реагируют на то, что вы придумаете какие-то новые технологии, не разработки даже именно, а вот именно введение проекта? Они не чувствуют себя там, не знаю, какими-то подобными какими-то незноживотными, на которых вот тестируют просто методики? Ну, не сработал, ну ладно, что же там. Нет, знаете, во-первых, я внедряю не так часто что-то новое, ну, какое-то достаточно глобальное. Во-вторых, я всегда объясняю зачем, и почему, и как. Это не то, что вот с сегодняшнего дня так, почему, потому что я так сказала. Я всегда... Ну, это так же, как идею из отдела надо презентовать сначала наружу там потенциальному заказчику, точно так же я свою идею презентую, по сути, своим ребятам, чтобы именно не навязывать, а объяснять, чтобы им было интересно, и они понимали, что происходит. Это для меня, ну, важная вещь, точно так же, как и любого рода информирования команды о тех вещах, которые они не знают, но в моем представлении им полезно знать о том, что происходит в фирме, о тех каких-то будущих проектах, которые сейчас мы только там с менеджерами за чаем обсуждаем. Я рассказываю, я считаю, что команда должна быть по максимуму в курсе. То есть команда имеет право голоса или имеет право только в курсе? Команда имеет право голоса. То есть они могут отклонить ваши какие-то предложения именно в общем веду, да? Или как это выглядит? Они, конечно, мне не приходилось оказываться в такой ситуации, к счастью. Обычно, когда я делаю такое родо предложение, они еще в камне не высечены. И мы при обсуждении, там, час-полтора, вот эту схему мы обсуждали, полчаса-полтора, мы выработали некоторые вот вещи, которые всем удобны. Ну, вот, например, то самое, что у сенсеев есть право вета. Это мне, может быть, в голову не пришло. Людям оказалось важно, я согласилась. Там еще какие-то вот тонкости с код-ревью, моментом, кто, как и когда. Мы здесь это подробнее проговаривали, чем я рассказывала. Это в каком-то смысле результат совместного обсуждения с командой. Но я инициирую, потому что это моя идея. Гипотетически, если команда отвергнет ваше предложение, то есть какие эмоции возникнут? Ну, смотря какое предложение. Ну, не знаю, не будем глобальные какие-то, ну, что-то не знаю. Я просто не в курсе, как у вас все происходит. Я пытаюсь представить. Нет, скажем так, эмоции будут, конечно, сплошные негативные. Я обижусь, расстроюсь, очень по-женски отреагирую, естественно. Другое дело, что продемонстрирую я, надеюсь, что-то более сдержанное. Ну, потому что если люди аргументируют, не просто мы не хотим, а с аргументацией. Если они меня убедят, что я не права, я это приму. Потому что, в конце концов, их больше. И, наверное, если один человек говорит одно, я говорю другое, может быть, я не права. Отношения с командой все-таки. Это команда разработчиков или это все-таки близкие друзья? Как вот это, насколько я знаю, это очень тяжелый момент, когда руководители начинают дружить с подчиненными. И бывает трудно, когда надо ряфнуть, а ты не можешь этого сделать, потому что ты уже друг. Скажем так, у меня хорошие отношения с моими ребятами. Я в курсе каких-то личных особенностей, проблем, сложностей, переезды жены, дети. Это я все в курсе. Но я с ними не подружка. Именно потому, что иногда мне надо стукнуть кулаком по столу. К тому же у меня проблемы, или уж не знаю, что у меня все мальчики в подчинении. Это уже некая сложность. Поэтому совсем за панибрата, мне кажется, неуместно. Как мальчики относятся к тому, что ими девушку управляют? Никто еще ни разу ничего не сказал по этому поводу плохого. Видимо, не против. Спасибо большое, Жень. Спасибо. Ждем вас снова еще приходить в очень интересные доклады. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok